Первая глава, 21-й, 2-й стих. И приходит Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учения, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники. Никакой тайны нет. Пришел и учил. Это мы сегодня так изображаем Христа с длинными волосами. Какая одежда. Он выделяется от нас даже внешним видом. Но когда он был здесь на земле, среди евреев он никак не выделялся. Он один из них. Можно было признать его моралистом, учителем. Но за Бога признать, это высшей сил было. Да и так понятно. Бог невидимый. Постоянно об этом говорится. Моисею было сказано, что невозможно остаться живым, если кто Бога увидел и показывал себя только с задней стороны. Одна что такое было. Это было сказано Моисею и пророку Ильи. Потом они увидели Христа в преображенном виде. Именно эти люди. Но Бога, которые не видим, и написано, что никто никогда его не видел. Но они его отвечать должны были не только по жизни, а в первую очередь по учению. Здесь написано, что и учил их, и дивились его учению. Ни жизни его, ни виду его, ни за кого он себя выдавал, а дивились его учению. Смысл в том, что мы дивимся его учением или нет. Мы одни из всех, которые там находятся. Мы с ним переносим сюда, как Христос вчера, сегодня и вовеки тот же самый. И так говорит в Писании. Но если он тот же самый, мы дивимся или нет? Какие вообще мы учения знаем? Жизнь налетит и идет, и ты не заметишь, как она кончится. Вы подойдите к самому старому человеку и спросите, как прошла жизнь, как он заметил, ничего не заметил. И я могу сказать о себе, как будто это вчера все было. А то, что запомнилось, слова какие? Человеческие. Они стоят все еще в голове. А божественные? Если мы изучали разные учения, и в третьем освящении Христа можно ли было сделать такое сравнение, что небо и земля, слова мои, Христос говорит, как небо от земли отличается. Мысли мои не ваши мысли. Не разучились ли мы удивляться его учению? Во втором послании Коринфян 4.2 говорится. Но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости, и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совестью всякого человека перед Богом. Не искажая Слово Божие. Отвергнуть злые дела это понятно. А при чем искажая Слово Божие? Потому что его более всего искажает. Можно жизнь свою скрыть, что я не такой. Приехал сюда, кто знает, что я вор, кто знает, что я курю в городе, а здесь от меня и не пахнет. А Иисус, главное, заключается даже и не в этом. Это все грехи, последствия того, что искажается Слово Божие. Где Слово Божие преподается в чистом виде, там все остальное выгорает. Бог сказал, этого делать нельзя. И вот считали сегодняшнее чтение, люди начинают говорить, я принадлежу Павлу, Кифе. Апостол Павел прямо перечисляет и говорит, да разве я за вас распялся? Авторитет Христа, он послал меня не крестить, а благовествовать. Что именно благовествовать послал? Я не знаю, из 18 тысяч священников сегодня русских, кто может прямо сказать это? Ну, в России было 180 тысяч, 10 раз больше с монахами. Кто сказал? Ну, мы можем узнать назначение своей жизни. Какое? Я могу сказать. Потому что я обратился к Господу, уверовал и понял, что ничего нет слаще Христа. Для меня жизнь Христос. Что вне Христа я видеть не хочу. Все почитаю за ссор, хотя я имею преимущество перед другими людьми. Это Павел говорил. Твоими словами они стали. Ты видишь, чем ты отличаешься от других людей. А что я решил знать? Знать только Христа и никого кроме Христа и его учения. Вот у нас вышел трехтонник Нового Завета. Без откровения это все принадлежит всякий лакту. Ведь минимум 900 лет этому труду. И никто ни разу не сделал никаких комментариев. Просто перепечатывает и все. Я сделал комментарий. Это было сверхнеобычно. Да как он посмел? Да как коснуться? Считались и смотрят. Я коснулся только момента, где он, и Афилас говорит об учении Христа, насколько оно важно. Как важно проповедовать. Проповедь это семя. Семя ты не сеешь, но его сегодня ничего не будет. Ну ты это понимаешь. Даже городские люди имеют дачу. Все знают, не посадил, не вырастет. И я не два раза, 297 комментариев даю. Ты же понимаешь, что это за цифры? В каждый комментарий я вкладываю слова святых отцов. Все говорят о необходимости проповеди. Чтобы люди не вели в священии Христа. О нужности. О невозможности жить духовной жизнью, если ты не считаешь. Я только толкование беру. Не само Слово Божие. И никто этого как будто не видит. Но ты представь, что 297 раз я криком кричу, надо проповедовать, надо говорить. Стоит рядом с Афиласом, я у него как подпивала такой сбоку. Я его слова только расширяю и говорю, вот эти слова подтверждают Златоуз. А вот эти слова сказал Григорий Богослов, вот Эфрем Сирин, а вот это у нас все не сходится. И как забунтовали, он исказил, я. А что я там исказил? Ну ты покажи конкретно. Я сказал, что жизнью своей мы исказили писание и исказили толкование. Грехов много. Люди отделяют смертные грехи с 7. Сегодня насчитывали уже не 7, а десятки смертных грехов. Смертный грех один, только один. И этот грех, он как вилка на три рожка идет. Первое. Это неверие в Слово Божие. Из неверия идет хула на Духа Святого. Отрицание Бога. И сам себе скажи, веришь ты в Слово Божие? А я верю, что Бог есть. Прекрасно. На этой стороне все демоны стоят, бесы. Бесы веруют и трепещут. А человек и не боится, считай, он не трепещет. Когда Бог сказал, написано, Сатана затрепетал и отошел. Снова искушение на горе, три искушения. И опять Христос, написано, затрепетал и отошел. А человек не боится. Значит, Иоанн Затон говорит, хуже демонов люди ведут себя. Дивили священию Христа. Дивили. Но не приняли. И распяли. И убили, и поносили, и по сегодняшний день. Все, что говорил Христос, превратно перетолковано. Мы знаем, что Он будет судить. И мы знаем это не только из Писания. Внутренний наш дух нам свидетельствует. Деяния апостолов 6.10. Но не могли противостоять мудрости и духу, которым Он говорил. Мудрость от Духа Святого. Я вам постоянно говорю о том, что надо учиться молиться своими словами. Нам молитву пока никто не составит. О чем мы вчера говорили? Включайте все это в молитву. Не просто о путешествующих, о болящих, да, о здравии. За упокой души. Открой ум к разумению Писания. Молите, Господь говорит. Молите, Господи Нажатова. Он прям подбуждает. Молите. Ну, откройте Писание. Ну, где эти молитвы у нас здесь? Чтобы стоял священник, поднял руки и молился. Люди Божии. Молите. У нас нет делателей. У нас, если кто уверовал, скорее его монастырь за стены спрятать, заточить его, чтобы он оттуда не вышел. Мы идем в совершенно другом направлении. И Ангел Каус просто объясняет. Вот представьте, человек, который никогда бы нас не видел, как мы живем, христиане, он имеет в виду Константинополь. Но мы, скажем, Барнаулю потеряемки. И потом бы он стал читать Евангелие, почитал бы учения Христа, узнал. А потом пришел на нашу жизнь, посмотрел, то не подумал ли он, что лучших врагов Христа не найти? Самые ярые враги это мы. У нас все не так идет. А как выйти из этого положения? Слезное покаяние и сказать, научи нас молиться, ученики говорили. Значит, учиться надо молиться. Христос сказал ему, отче наш, да приня царство твое. Какое царство? Где оно? Как преобразиться засияет? Ведь мы то, что сейчас делаем, это не просто не знаем, а украшаем тень. Вот тень на земле есть, на нее венец пытаются рвать. Я вот подумал, с чем можно сравнить? Только так. Учение Христово. Христа-то не знает тень Христовую украшает. Христос призывает всех следовать за Ним. И если Его мы не знаем, то все наши молитвы, они только воздух сотрясают. Что означает православное богослужение? Я не раз думал, называют небо на земле, литургия. Согласен. Для кого? Ничего не оспаривают. Если это небо на земле, но для кого? Для возрожденных, возрожденных нет. Мы тень украшаем. На земле надо б на благовествовать. Павел говорит, меня Бог послал и крестит. Священники собираются, а сколько у тебя крещений было? А сколько крестили? Их крестить послали. Все стали баптистами. Баптист означает креститель, в переводе на русский язык. А литургия это небо на земле, она для святых. Почему, говорит, оглашенный изъедитель? Ну ничего ли, непонятно. Двери открыты для всех. У нас смысл литургии потерян. Мы как-то привыкли, что у нас оглашенных, но у нас соблюдается. А вот мы сейчас ездили в районный центр и посмотрели. Стоишь только руками, взмахнешь. Что же это делается с нами? Ни Писания, ни Христа люди не знают. А вот заворочено, как молотилка. Мекина летит, поп что-то там стоит, бормочет. Кто-то помогает ему, какие-то возрасты спрашивает, что ни один человек не знает. Стоит женщина с ребенком на улице, в брюках одета, накрашена, в украшениях. Я говорю, это странно нельзя заходить. А я и не буду заходить. Но вы же пришли. Я ребенка принесла, мы вчера его крестили. Конечно, не погружение, ничего не было. Мокрой ладошкой, Бог задел ему лоб. И сказали, сегодня прийти, что-то еще ему дадут. Она не знает, что дадут, это причастие. Я не буду заходить. Совершенно неверующий, восприемники стоят, тут же курят. Вчера его восприняли. И папу сказать нельзя. Он сразу, ты что против? Ты еретик, ты сектант. Он начинает как самый ярый распинатель Христа поносить учение Иисуса. Он враг. Лютый враг, волчара. Лютые волки восстанут среди вас. Будут говорить превратно. И задача какая увлечь за собой, чтобы им верили. Павел, как ты мог так сказать? Ты же обижаешь. Это наше яко, как заговорит. Личность человека, конвенция пра, оскорбление личности. Павел не боялся, как Златоус. Он резал и резал, чтобы вырезать весь этот гной и все это гнилье. Сегодня нет искренних проповедников, которые Слово Божие несли бы, невзирая на личности. Собираясь в Архиерейский собор, ни одного слова пророческого нет. Я сижу с материалами. Мне Бог дал такое в жизни. У меня ничего нету. Я один сижу. Меня обеспечивают, кормят. Я только этим занимаюсь, чтобы вам потом дать вот эту духовную пищу. Тревоза, страшная беда грядет на Россию. Это потрясение будет хуже революции. Это хуже репрессивных 37-х годов будет. Потому что то уже было учителем для нас. Ничего не поняли. Опять заблокировали народ. Слово Божие не нужно. Бьются на славянский язык. Даже Минею выпустили. Он зеленого цвета. Там актуихи. И буквы написаны по-коже на русский. Не кривые. И на это нападают. Слова славянские. Но буквы, шрифт. Как и не посмели шрифт менять. Мракобесие. По-другому никак не скажешь. Живой Христос пришел. Что вы ищете живого среди мертвых? Дайте людям понятное истинное Слово Божие. И делились его учению. Деяние 9.21.22. И все, слышавшие, делились и говорили. Не тот это самый, который гнал в Иерусалиме. Призывающий стиль и сие. Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их. И везти их первосвященникам. Асал более и более укреплялся. И приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске. Доказывая, что сей есть Христос. Не молчать надо, а говорить, доказывать. Молчание это последствия неверия. Вспомните Захарий. Он не поверил в Слово Божьему, язык ему отнял. Во рту пищи переворачиваешь. Божьешь, никому еще не скажешь. Это же пример для нас оставлен для всех. То, что все молчат, это доказательство неверия. Вот на Украине сильно, бурно развито нео-пятидесятищество сейчас. Я говорю, а с чего ты начинал? Ну ничего. Я вышел на площадь, стал говорить. Одна подошла, бабка поверила, пришла. И что ты ей сказал? Я сказал, баба, 12 человек, чтобы ты привела. У них закон. Кто обратился у них, покаялся. 12 человек каждый обязан привезти. Она имение все раздает. Все сережки, все сняла. Золотишко свое подобрала. Найти любую бабушку привезти. Тогда с родственниками работаем. Каждый на 12. Представьте, как атом расщепляется. Ну кому из нас поставил священник на исповеди такую задачу? Привезти 12 человек. За 2000 лет этого не было. Вот и сто и молчи. Сто и молись. Да молитва это уже последнее. Когда ты обратился к Богу в литургию. До этого надо людей везти. Идите и благоуествуйте. Идите и проповедуйте. Идите и говорите. И Павел Теом начал доказывать. Саул еще будучи. У него грамота. По нашему сказать. Ректор. Духовного университета. Прокурор республики. Как угодно его можешь назвать. И вдруг все в голове перемедлилось. За три дня. Ну было такое. И сейчас есть. Бывает вот к нам приходил один. И сейчас уверовал. А где он? Ну он верующий. Ну а где он сейчас? Ну как он? Как работал? Как и работает. Павел все потерял. Кто обратился из начальства сегодня православия. Который стал проповедником. Пошел. Не знаю. Баттисты могут показать. Адвентисты могут показать. Он говорит. Вот этот человек у нас. Это профессор с Венгрии приехал. Адвенасамный знаменитый. Теперь благовествует. Он сразу пошел. Мы в сравнении с самыми негодными сектантами по всем статьям проигрываем. Единственное, что надеемся, что у нас есть священство. А если Господь скажет нам такие слова, что мы все это имели, и имели себя хуже, чем не имеющие. Вот горе-то где будет. Евреям 4.12. Слово Божие живо и действенно. Если оно живо, то где оно? А если оно действует, то где оно действует? И острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа. Но оно не проникает. И поэтому нет разделения души и духа. Православные работают с наркоманами. И как? Мало того, работают. Это они поносят, что сектанты неправильно работают. Они их к себе тянут. А куда они его должны тянуть? В католичество повести. Считаешь, сектанты они прямо. Ничего не знают о Христе, знают. Ему доказали, что Иисус есть Христос. Я разговариваю с этим бывшим наркоманом, сектантским. Я не могу проверить, насколько он искренне верит. Он не пьет, не курит, все с тобой, знает о Христе, пришел ко мне на занятия с Библией. Теперь у православных. Вот у нас бывший наркоман. Кто? Да никто. Он какой был, такой ест, и перестал, допустим, наркотики принимать. Он и покуривает, а если этого не делает, живет обыкновенный мир в жизни, третий раз женился или еще что-нибудь. Ему Христа не показали. Ему негде было положить на алтарь жертву. А жертва это своя жизнь. Он Христа не знает совсем. Он батюшку знает. Я с батюшкой близко познакомился, я ему помогал, он дачу строил, мы совсем близко познакомились. А со Христом ты знаком? Ты знаешь, как Христос очищает, как он выжигает? И до разделения души и духа, составов и мозгов, составов и лук, изгибов, все переменяется до разделения. Кто нам разъяснил, что наши мозги набекрены в храме? Что их надо выпрямить прямо ко Христу идти? Ведь нет этого. Учитесь дома сами молиться. Научи нас молиться. Мы нуждаемся, Господи, чтобы ты в нас присутствовал, ты вел нас, ты просвещал, останавливал, обличал. А через кого? Может самый неприемлемый с тобой человек придет и скажет тебе, ты сразу это прими. Он сказал, может и неправильно. Исследуй, посмотри, а может в этом что-то есть. Иеремия 23, 29. Слово мое неподобно ли огню, говорит Господь. И неподобно ли молоту разбивающему скалу. Есть чему поделиться. Это Слово Божие. Какой бы ни был твердолобый, Слово Божие разобьет. Неподобно ли. Какое оружие отняли, меч отняли. Стали образовывать полки Пресвятой Богородицы. Полки Архангела Михаила, Колча, Шоу, Воеванец. А что мы должны делать? Выход один. Мы это заслужили. И склонить голову под меч. Другого выхода не было. И тогда, может и 37-го года не было бы. И праздный террор бы закончился. Не стрелять, а молиться. Меч в руках у кого был у вождей белого движения? Скажите, у кого этот молот был? Ушли, да, они бежали за границу. Можно сказать, бежали. А можно было назвать исходом. Потому что ушли из целой армии. Это не бегство. Это был исход. Когда Москву сдавал Кутузов, это не бегство было. Это был исход Москвы, чтобы потом дать сражение. Они ушли, накапливали силы, а дать сражение так и не смогли. И вдруг на арене появился Гитлер. Сразу с ним соединились. Это освобождение от большевистского ига. Куда пошли? А сегодня не знает, что делать. И глава зарубежной церкви приветствовал Гитлера. Митрополит Анастасий. И сегодня везде этим подстыкает. Конечно. Дело прошлое. И все-таки. Это все может повториться. Там они за границей не осознали свою миссию. Их миссия заключалась в благоествовании. Не православия, а Христа. А мы, говорит, показали им традиции православия. Храмы какие начали строить везде. Говоришь с ними, они не понимают даже, о чем говоришь. Иоанн 7,46. Служители отвечали. Когда пришли, побыли около Христа. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Сколько мы знаем в сравнении с тем, что дал Господь. Что это стоит? Уже ли мы все остальное поставить ниже? И в разговоре с человеком оперировать чистыми стихами Священного Писания. Так написано. От православных этого не услышишь. Вот мы остановились напротив Покровского собора. Стали беседовать. Все почти бросаются. Кто совсем редко ходит, тот еще слушает. А остальные бросаются. А кто благословил? А епископам дал на это благословение? Они не верующие. Епископ благословил. Ну какой епископ может благословить или запретить? Когда мне дано это поручение. Он ко мне никакого отношения не епископ. Тем более он не мой. Священник подошел, послушал. Видно расположен. Конечно, вам хорошо. Вы вон как Писание знаете. Да как же мы Писание знаем? Семинарии не учились-то. Это священник нам говорит их. Но если ты признал, что это хорошо, это без лукавства, научи свою паству. Вы же видите, все рассыпается. Никого нигде нет. Лука 21.15. Ибо я дам вам уста и премудрость, премудрость, которой невозможно противоречить, не противостоять все противящиеся вам. А в чем премудрость? В знании Слова Божия. Правильным его пониманием. Он дает. И об этом должна быть молитва. Господи, дай мне этой премудрости, разумеет Писание, чтобы никто не противостал мне. Нет этой молитвы. Ну посчитайте любой Акапис. Это же не пять минут его считать надо. Эти слов, пятьсот примерно Акаписков, то нигде этого нет. Акаписто включает в себя период минимум полторы тысячи лет. И нигде молитвы этой нет. Когда прямо призыв к этому. Ты хочешь сказать, что я хочу, чтобы против меня никто не устоял. Даже не скажешь. Но мудренно ты же не хочешь быть опрокинутым. Любым сектантом. Ну занимайтесь. Мы священнику сразу предложим. Давайте заниматься. А мы занимаемся как? Ну вот я сейчас считал. Правда, считает какого-то Шаргунова. И слова-то все правильно. А люди это принимают как элемент службы. Стоят, ходят, разговаривают, торгуют, продавят. Никто ничем. Выходят, спрашивают, ничего не знают. Надо отдельно после службы собираться. У нас сегодня занятия. Не все приходят. Вы на один день даже приехали сюда. Приходите на занятия. Поделитесь, что у вас есть. Первый, это ведь христиане, они внимательно смотрели, кто зашел к ним в храм. Это есть евреи в косинагоге. И сразу подошли к Павлу. Братья, у вас есть что сказать народу слова? Да помните, Павел вышел и начал говорить. У нас это не принято. Мы даже зовем, не принято с этой стороны приглашать. И не принято с этой стороны приходить. Да я приехал к Росфинскому отдохнуть тут. Ну и отдохнешь ты. И остальное время будешь со своими. А ты сейчас приходи, полтора шеста. Сегодня мы опять будем заниматься. Приходите. Мы уговариваем сегодня. Завтра вы будете искать от моря до моря, не найдете. Макфея 13,54. И придя в отечество, в свое училки к синагогии, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? То есть и в родном городе она даже говорила. Он ничем как будто Христос не занимался. Мы не считаем, что он плотничал, хотя он сын плотника, так он и называли. Были у него встречи с близкими людьми. Ну пришел на несколько часов, допустим, Мария и Марфа. Чем бы мы занимались, к друзьям пришли. Ну две свястрые живут. Одна на кухне Чебарбича. Он с одной. А аудитория, это в один человек. А вы мне аудиторию дали, да я бы по радио, я бы выступил. Один, а со мной самарянкой. Он переполнен учением Иисуса. Он учит ее одну. И преподал такие ей догматы, над которыми все лбы расширились, которые не послушали Христа. И здесь одна Мария сидит. И какое она по полу получила? Она избрала благую счастье. А раз она избрала благую счастье, почему такой молитвы нет, Господи? Научи нас избирать эту благую счастье. Я хочу быть похожим на Марию, которая у ног твоих сидела. Похожим на сестру четверодневного Боазера. Нет такой молитвы вообще. Почему? А в ней никто не нуждался. Сама идея такая даже на ум не приходила. Сотням тысяч, а если за полторы тысячи лет, это миллионы монахов и священников. Миллионы. Но и ни одной записки даже не оставили, что мы поступаем очень и очень худо. Мы самые лучшие примеры оставили там, далеко. Царствие Божие, оно не придет приметным образом. Христос объяснил. И не скажет, оно здесь или тут. Оно внутрь нас, со Христом. Ты хочешь быть Царствием Небесным? Хочешь, чтобы в душе была постоянная литургия? Проси, Господи, прибудь со мною. Я не изгоню тебя. Приди и сгони этих бесноватых. Те, которые поселились, может, в нас. Бесноватые мысли. Это мы привыкли говорить, хорошие вожди. А почему-то Гитлер называет бесноватым. А местный Хрущев не бесноватый. Десять тысяч храмов уничтожил уже после Салина. Матфея 23, 16, 17. Горе вам, вожди слепые, которые, говорите, если кто поклянется храмом, то ничего. А если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше-то золотом храма, освещающий. Ни одной буху в службе нельзя заменить. Безумные слепые, что дороже библии, ни службы, которую монахи составили. Это к нам же ведь все относится. Главное благовестие, когда человек обратится, для них тогда и литургия. Я хочу вас всех возжечь эту тоску, чтобы внутри вы ахали и охали, каждый раз считая Слово Божие. Да что же с нами сделать? Да все-то у нас не так. Да мы никаким примером ни для кого являться-то не можем. Мы не ученики Христовы, а патерские дети. Итак, если они удивлялись учению Христа и изумлялись, Господи, научи нас удивляться и изумляться дивным Твоим словам. И наполни нас до края наших сердец, что мы были истинными Твоими благовестниками. Аминь. Аминь.